Здравствуйте! Вы смотрите новости премиуси. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. В один из дней Масленицы в Матвеевом Кургане заново эксплуатацию 14-квартирный жилой дом. Новоселы получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир. Масленица – настоящий народный праздник, способный находить отклик в очень широких слоях населения. Вот и байкеры из мод объединения FireMod SMC празднуют его в своем неповторимом стиле. Старшеклассники, которые еще не определились, куда пойти учиться, смогли это сделать на традиционной ярмарке. Учебные заведения области представили профессии, которые можно у них поучить. И теперь более подробно. По действующему закону государство обязано предоставить жилье сиротам по выходу их самостоятельную жизнь. И эта норма выполняется. В Матвеево-Кургане заново эксплуатации еще один новый двухэтажный 14-квартирный жилой дом. Поздравляя жильцов нового дома, глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский подчеркнул символичность того, что новоселье приходится на один из дней Масленицы и выразил благодарность строителям, которые выполнили свою работу в срок. С уверенностью хочу сказать, что вам будет здесь комфортно, тепло, уютно. А в остальном беречь и содержать этот дом. Конечно же от вас. Потому что это вопрос оплаты за коммунальные платежи. Это вопрос благоустройства территории. Это не в плане дорожек, это и деревца, и цветочки. Площадочку мы вам поможем, потому что у вас будут детки. Сделаем детскую площадку. И вообще я скажу одну вещь. Реализуется самый смелый план о том, что мы начали поселок развивать именно здесь, где БТР, где детский сад на 280 мест, где школа. Это будет самый молодой, самый красивый и самый благоустроенный часть поселка Матвеево-Курганского. В свою очередь руководитель подрядной строительной организации, предприниматель Сергей Потерин отметил, что значит для них это событие. Для строителей нет более торжественного момента, чем передать плоды своего труда в руки жильцов. И когда видишь радостные, довольные лица, что действительно понравилось, у нас больше награды нет. Но что вам хочется пожелать? Комфортного проживания здесь, удачи, чтобы вот это жилье, которое для вас является, наверное, стартом жизни, все люди молодые, чтобы этот старт был удачным и удача вам на протяжении всего жизненного быти. И руководство района, и строителей от всех жильцов поблагодарил Владимир Радченко. Хочу сказать большое спасибо районному центру Матвеево-Кургана. Большую благодарность главе администрации. Большую благодарность строителям за то, что построили такой красивый, хороший, уютный дом. Ну что, будем потихоньку стараться его устроить. Большое вам спасибо. Появление масленицы с корзиной, в которой лежали ключи от квартир, стало еще одним приятным сюрпризом. Здравствуйте, люди добрые. Низкий поклон вам от масленицы. С праздником поздравляем, желаем счастья вам, добра, уюта в новом доме. Ведь весна – это начало новой жизни. А у вас, дорогие жильцы, да еще и в новом прекрасном доме. С праздником вас! Почетная миссия вручения ключей была предоставлена Александру Рудковскому. Сегодня уже можно и при них там поздравить. С вместе поздравляем. Два. Ключ от квартиры номер два вручается Мозепину Дмитрию Юрьевичу. Квартира номер 14 достается Шарикину Николаю Анатольевичу. Моё любимое число. Поздравляю. Девять. Квартира номер девять достается Панькову Владимиру Александровичу. Вашему казаку. Здорово от Невана. После этой приятной процедуры жильцы на входе разрезали традиционную красную ленточку и отправились в свое новое жилище. Подходите ближе. Подходите ближе. Однокомнатные квартиры имеют кухню с раковиной, газовой плитой и котлом, совмещенный санузел, светлую комнату с большим окном. Осталось только мебель поставить, да занавески повесить. Галина Запорожцева, Андрей Лунёв, телекомпания «Премеусия». Широко и весело отметили Матвеям Кургане последний день Масленицы. Раскупи, честной народ, в гости Масленица самой весной год! Господи, гости, господа! Вы узнали, кто такой, а? Несмотря на пасмурную погоду, собралось много народа. А недостаток солнца компенсировали улыбки и хорошее настроение. Тех, кто пришел повеселиться. Веселые скоморохи и их помощники скучать никому не давали. Проводили игры и конкурсы, угощали блинами, водили хороводы. Всех участников праздника поздравили заместители главы по сельскому хозяйству Александр Навак и глава Матвеева Курганского сельского поселения Александр Шищенко. Праздник весны, зима закончилась. Это праздник надежды, праздник хороших и добрых идей и какого-то хорошего настроения. Поэтому желаем вам всем сегодня хорошо отметить, отгулять этот праздник. Всего хорошего, счастья, здоровья всем и веселого настроения. Сегодня прощенное воскресенье. Научитесь прощать обиды, будете сами прощены. Этот день сегодня будет сжигаться чучело при вере весны. Весны – это возрождение жизни, когда все расцветает, все красивое, все прекрасное. И в этот день хочется вам пожелать, прежде всего, здоровья, благополучия, семейного благополучия, чтобы над нашей землей никогда мы не слышали взрывов снарядов, чтобы мы веселились, праздновали и умели работать. С праздником вам, уважаемые! В этом году в праздничных гуляниях на Центральной площади приняли участие все поселения района. Творческие коллективы каждого из них по очереди рассказывали о днях Масленичной недели. И еще об одном сюрпризе этого дня нам рассказала заведующая отделом культуры Ирина Пономаренко. В этом году впервые мы проводим конкурс районный на Масленичное чучело. И сегодня представлено 25 чучел со всего района. Каждое поселение привезли свое чучело, также приняли участие и школы, и детские сады. Мы выражаем им благодарность громаднейшую. Ходила комиссия, определяла победителей. Скажу честно, это было самое трудное, выбрать самые-самые. Каждое чучело было настоящим произведением искусства, поэтому все соломенные красотки вернулись к своим изготовителям целыми и невредимыми. Кроме одной, по традиции, главное чучело Масленицы, изготовленное мастерицами из Центра детского технического творчества, было сожжено на костре в конце праздника. Кстати, маленькую копию большого чучела и другие сувениры, сделанные руками детей и их наставников, все желающие могли приобрести на выставке продажи. Я представляю наше объединение, нашего Центра детского творчества «Рыжий заяц». У нас объединение юных дизайнеров. Вот чем богаты, тем и рады, как говорится. Любые работы. Девочки у нас мастерицы на все руки. Они у нас и на камнях расписывают, и открытки ручной работы делают, и доски расписные, и камни расписные, и зверушки, и черепашки, и все что угодно. Можно использовать даже в интерьере, как картинку. Здесь же можно было научиться и самому мастерить интересные вещицы, обладающие свойствами оберегов. Например, символ нашей масленицы, ясно, солнышка, которого нам сегодня немножко не хватает. То есть это просто обыкновенная веревка, оплетается по форме и украшается нитками. А нитки красные, чтобы солнце было красное, жаркое, чтобы урожай у нас был хороший. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». 12 марта в Таганроге состоялась ежегодная мотомасленица. На праздник собралось много любителей мотоциклов и простых горожан. Ребята, всех поздравляю с открытием мотосезона, а также с мотомасленицей. Я надеюсь, все будут довольны, будут проводиться конкурсы. Как бы, а в дальнейшем будут, ну, призы, как бы, победителям, я имею в виду. На набережной города Таганрога под звуки байкерской музыки гостей в мероприятии развлекали множеством спортивных конкурсов и подарков. Так, участникам предлагалось перетягивать канат, прыгать в мешках и так далее. Задача противника перетянуть заметку красную вот здесь, вот красная метка. Это ваша задача, вот эта, центра. Ваша задача, центра, перетянуть, перетянутся. Давай. Тянем, пока метка не перейдет в страшную метку. Так, внимание. Организатором мероприятия выступило Таганрогское отделение международного мото-клуба Fire Motors MC. Содружество открытых людей, влюбленных мотоциклы, путешествия и радующихся жизней. Официальные отделения имеются в Багаевской, Зернограде, Ставрополе, Таганроге, Шахтах, а также Владикавказе и Луганске. Каждая из них активно участвует в мото-движении всего региона. Организатором стали клуб Fire Motors MC. Вне клубные организаторы Роман Кочурин, Кристина Правенькая и Александр Семчук. Fire Motors в Таганроге, да, мы первый раз проводим мероприятие. Но до этого мероприятия уже люди проводили здесь в Таганроге. Как бы традиция такая, каждый год. Ну, как бы эту традицию уже в дальнейшем мы будем проводить. Служащие на Таганроге присутствуют. С Ростова приехали, с Багаевки приехали, с Шахт приехали. С Пушки стартовали. На въезде Таганрога стартовала Канула, там был сбор. Вот. Проехалися по городу. Как бы показали, заехали на Петра. Там сделали небольшую остановочку. Вот. Там попили чай, кофе, кто подзамерз. В дальнейшем уже приехали сюда. Как бы здесь уже и блины, как бы чай. Теплый прием. Абсолютно бесплатно. Абсолютно, естественно, у нас с этим строго и без спиртных полностью. Проводятся конкурсы для детей, для взрослых, так же самое веселые. Вот. В дальнейшем будет сжигаться чучело. Сжигаться чучело будет от мотоцикла, от резины. Многие на праздник приехали большими шумными компаниями и семьями. Всех гостей организаторы бесплатно кормили блинами и поели чаем. В финале, как и полагается на любой правильной масленице, весело сожгли свое мото-масленичное чучело. Но не простое, а сделанное из покрышек. Праздник получился очень веселым и душевным. В Матвея-Курганском районе прошла весенняя ярмарка профессий. Старшеклассники выбирали, куда пойти учиться. Ярмарка профессий прошла в рамках областного дня профориентации «Сделай свой выбор». Свои учебные заведения представляли вузы, техникумы, колледжи и профессиональные училища Ростовской области. В мероприятии приняли участие учебные заведения всех ступеней профессионального образования из Ростова, Новочеркасска, Персианов, Китаганрога и других городов области. Агитаторы раздавали буклеты, показывали видеоролики и рассказывали о своих учебных заведениях. А некоторые даже проводили мастер-классы. О преимуществах учебы в том или ином учебном заведении можно было узнать непосредственно от студентов. Они сделали свой выбор и об этом, похоже, не жалеют. Как отметили многие старшеклассники, подобные мероприятия помогают, если уж не окончательно определиться с выбором будущей профессии, то во всяком случае сделать первые шаги в этом направлении. Ярмарка профессий традиционно продолжилась фестивалем, который собрал всех участников в Большом зале Дома культуры. Все профессии нужны, все важны и служат людям. Старшеклассников приветствовала исполняющая обязанности заместителя главы администрации района по социальным вопросам Светлана Гречко. Она отметила, что выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Работа должна вам подходить, она должна соответствовать вашим способностям, вашим интересам, она должна быть любимой и при этом соответствовать потребностям, востребованности на рынке труда. То есть видите, какой очень важный и сложный выбор впереди предстоит, выполнив все эти условия. На работе мы проводим всю свою основную жизнь, поэтому действительно от того, какой выбор вы сделаете, зависит ваша дальнейшая успех в вашей жизни. Поэтому выбирая профессию, вы выбираете свою судьбу. Я вам, ребят, хочу пожелать удачи, успешного выбора. Тем, кому в этом году предстоит сдавать экзамены, успешная сдача экзамена. Одиннадцатиклассникам, пусть не банально изучить, но сделать правильный выбрать, выбрать то учебное заведение, в котором вы мечтаете, чтобы учиться вам было интересно. Тем ребятам, которые учатся еще в десятых классах, у вас еще есть время, поэтому думайте, определяйтесь, берите информацию. Успехов вам, удачи! Фестиваль профессии в Матвилокурганском районе проводится ежегодно на протяжении уже 18 лет. И каждый раз это интересное, яркое и зрелищное мероприятие. Школьные команды представили профессии, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Зоотехник, повар, водитель. Вот это тормоз, госпиталь и карбюратор. Рычаг, кронштейн, заслонки, стоп-сигнал. Амортизатор, руль, подвески, радиатор. Заслонка, втулка, поршень, коленвал. Амортизатор, руль, подвески, радиатор. Заслонка, втулка, поршень, коленвал. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». Подведены итоги голосования за первую пятерку участников проекта «Голос. Премиусия-2016». Определились два первых финалиста. Семь из восьми членов жюри поставили максимальный балл Елизавете Лосавской. В результате она вышла в финал по выбору жюри. Елена Пара вышла в финал по результатам смс-голосования радиослушателей. Она набрала почти 40% голосов. 17 марта начнется отбор еще двух финалистов от второй пятерки участников. Слушайте их композиции в эфире Русского радио 105.2 FM. И голосуйте, отправляя смс на номер 5522. С текстом «Миус» пробил номер участника. Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте «Миус.инфо». Я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok